Качаяна Готта сутта. Качаяна Готте. Саньо Таникая 12.15. В Савадхе достопочтенный Качаяна Готта подошел к благословенному и по прибытии, поклонившись ему, сел рядом. Затем он обратился к благословенному. «Господин, правильные взгляды, правильные взгляды, так говорят, до какой степени говорится, что это правильные взгляды?» В целом, Качаяна, этот мир зиждется на противоположных воззрениях о существовании и несуществовании. Когда человек видит возникновение мира так, как есть на самом деле, правильной мудростью, то взгляда несуществования по отношению к миру у него не возникает. Когда он видит прекращение мира, так как есть правильной мудростью, взгляда существования по отношению к миру у него не возникает. В целом, Качаяна, этот мир находится в рабстве привязанностей, цепляний и склонностей. Но такой человек с правильными взглядами не вовлекается и не цепляется к этим привязанностям, к цепляням, к завязкам ума, к его склонностям или одержимостям. Также он не утверждает, что «это я». У него нет уверенности и сомнений, что только лишь страдание, возникая, возникает. Что только лишь страдание, угасая, угасает. И в этом своем знании он независим от других. Вот до какой степени говорится, что это правильные взгляды. Все существует. Это одна крайность. Все не существует. Это другая крайность. Избегая этих крайностей, Тадхагатта учит Дхамме срединным способом. Из невежества, как необходимого условия, возникают формирователи. Из формирователей, как необходимого условия, возникает сознание. Из сознания, как необходимого условия, возникает имя и форма. Из имени и формы, как необходимого условия, возникают шесть чувственных опор. Из шести чувственных опор в качестве необходимого условия возникает контакт. Из контакта в качестве необходимого условия возникает чувствование. Из чувствования в качестве необходимого условия возникает жажда. Из жажды в качестве необходимого условия возникает цепляние и удержание. Из цепляния и удержания в качестве необходимого условия возникает становление, из становления в качестве необходимого условия возникает рождение, из рождения в качестве необходимого условия возникают старение и смерть, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние. Таково происхождение всей этой груды горя и страдания. Теперь, при безостановочном угасании и прекращении этого самого невежества, происходит прекращение формирователей. С прекращением формирователей происходит прекращение сознания. С прекращением сознания происходит прекращение имени и формы. С прекращением имени и формы происходит прекращение шести чувственных опор. С прекращением шести чувственных опор происходит прекращение контакта. С прекращением контакта происходит прекращение чувствования. С прекращением чувствования происходит прекращение жажды. С прекращением жажды происходит прекращение цепляния и удержания. С прекращением цепляния и удержания происходит прекращение становления. С прекращением становления происходит прекращение рождения. С прекращением рождения прекращаются старение и смерть, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние. Таково прекращение всей этой груды горя и страдания. Продолжение следует...